С умом распределять рабочие площади. Об этом глава Республиканского антикоррупционного ведомства Олег Шпикбаев говорил на встрече с шалакынцами. Например, кабинет главного врача районной больницы следует оптимизировать. Помещение использовать не для отдыха, а с пользой для медучреждения. В районе Шалакына Олег Шпикбаев также посетил местную школу и Акимат. 22 миллиона тенге сэкономили в районе Шалакына благодаря котлам на биотопливе. Один из них установили в Жаножолской средней школе. Вместо угля используют льняную солому, а раньше ее сжигали на полях. В прошлом году в девяти школах мы установили такие котлы. Также они есть в районном Акимате и детском саду. Железная дорога далеко от нашего района. Цены на уголь каждый год поднимаются. Зато теперь экономия и без вреда для экологии. В прошлом году в школе открыли вот этот уголок электронного правительства. Теперь жителям трех деревень не надо за справками ехать в райцентр. В 2018 госуслуги здесь получили порядка 120 сельчан. В основном у нас много запрашивают пенсионные начисления и адресные справки. Адресную справку он может получить в чтении пяти минут. Кабинет директора школы Олег Шпикбаев назвал скромным. Здесь все сдержано и лаконично. В отличие от рабочего места главного врача районной больницы. Все надо ликвидировать. Вот посмотрите, все излишняя площадь, это не нужно никому. Площади оптимизировать, помещение отдать для нужд организации. В комнату отдыха лучше перенести архив с карточками пациентов, которые занимают немало места возле входа. Руководитель больницы пообещал недочеты устранить. Также главному госслужащему страны рассказали о цифровизации медучреждениям, благодаря которой количество жалоб уменьшилось на 85%. По мобильным приложениям количество скачено 284. По району увеличим. Запись на прием к врачу уже через мобильные прошли. И вызов врача номер тоже через мобильное приложение. Цифровизация коснувось и местных властей. В мае здесь открыли первый в районах Североказахстанской области открытый Акимат. Это ограждение раньше было здесь. Люди стояли в маленьком тамбуре. Сейчас территорию открыли. По центру стоит специалист, который поможет гражданам, скажет, куда обратиться. Также здесь есть уголок для детей. Этот зал, рассказывают Нурлан Есимов, использовали для заседаний не больше пяти раз в год. Сейчас здесь разместили специалистов восьми отделов. А этот уголок на неделю становится рабочим местом одного из замов Акима. Идея хорошая. Главное, реализовали ее отлично, отметил Алик Шпикбаев. И поблагодарил Нурлана Есимова за работу. Итоги поездки он подвел на встречи с активом района. В вашей области я был два года назад. Заметил много изменений в лучшую сторону. В районе Шалакына я впервые. Я вижу, что руководство района и области проделало большую работу. Посетил школу и больницу. В целом остался доволен. Особенно понравился открытый Акимат. Соблюдают главные принципы – открытость, прозрачность и доступность. А главное, переход на цифру снизит коррупционные риски. Это одно из ключевых направлений агентства. Сейчас 69% госуслуг оказывают в электронном формате. В 2020-м этот показатель должен достигнуть 90%. Айгири Мукашева, Желудозбек Ермуканов, Новости МТРК.